Глава восьмая 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 Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай ныне, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею доброй землей, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько раз ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу, и прихореве вы раздражали Господа, и прогнелся на вас Господь, так что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, которые поставил Господь с вами, и пробыл на горе сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них написаны были все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же сорока дней и сорока ночей дал мне Господь две скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь, «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им. Они сделали себе литый истукан». И сказал мне Господь, «Я говорил тебе один и другой раз, вижу я, народ сей, вот он народ жестоковыны, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из-под небесной, а от тебя произведу народ, который будет больше, сильнее и многочисленнее их». «Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, две скрижали завета были в обеих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, и сделали себе литого кельца, а скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я обе скрижали и бросил их из обеих рук своих и разбил их пред глазами вашими. «И вторично, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа Бога вашего и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас, и послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали кельца, я взял, сожег его в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и я бросил прах сей в поток текущий с горы. И в Тавере, в Масе и в Кеброд-Гатааве вы раздражили Господа Бога вашего. И когда посылал вас Господь из Кадес-Сварни, говоря, «Пойдите, овладейте землей, которую я даю вам», то вы воспротивились по велению Господа Бога вашего и не поверили Ему и не послушали глаза Его. «Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я сорок дней и сорок ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал, «Владыка Господи, царь богов, не погубляй народа твоего и удела твоего, который ты избавил величием крепости твоей, который вывел ты из Египта рукою сильной и мышцею твоей высокою. Вспомни рабов твоих, Авраама, Исаака и Иакова, которым ты клялся собою. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда ты вывел нас, не сказали. А они твой народ и твой удел, который ты вывел из земли египетской силой твоей великой и мышцею твоей высокую». Глава 10. Второзаконие. В то время сказал мне Господь, «Вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситтим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, которые я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Беерсберов в Мозер. Там умер Аарон, и погребен там, и стал священником вместо него, сын его, Елеазар. Оттуда отправились в Гудгод. Из Гудгода в Ятвафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему, и молиться, и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет ли виду части и удела с братьями Его, сам Господь есть удел Его, как говорил Ему Господь Бог Твой. И пробыл я на горе, как и в прежние времена, сорок дней и сорок ночей. И послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь, встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землей, которую я клялся отцам их, дать их. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог Твой? Только того, чтобы ты боялся Господа Бога Твоего, ходил своими путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу Твоему от всего сердца Твоего и от всей души Твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога Твоего и постановления Его, которые сегодня заповедаю тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога Твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов Твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыны, ибо Господь Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык, Бог великий и сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. «Господа Бога Твоего бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он – хвала Твоя, и Он – Бог Твой, который сделал с Тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза Твои. В 75 душах пришли отцы Твои в Египет, а ныне Господь Бог Твой сделал Тебя многочисленным, как звезды небесные». Субтитры создавал DimaTorzok